Я Соколов Александр Викторович, отец убитого сына 20 октября 2019 года в городе Энгельс из Саратовской области. Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Прошу вас, как гаранта наших прав и свобод, обратить внимание на описанную ниже ситуацию, пусть и частного характера, о бездействии должностных лиц органов полиции, следственного комитета, прокуратуры, а также о хамском отношении некоторых из них к простым гражданам и дать указания на проведение проверки по изложенному фактам для восстановления наших прав. В октябре 2019 года в нашей семье произошло несчастье. Убили единственного ребенка, сына, у которого осталась жена и маленький ребенок. Люди, совершившие это, сразу были отпущены сотрудниками органов полиции и в настоящее время находятся на свободе. Формальный повод для принятия такого решения сложилось вследствие данных ими показаний и имеющих связи. Более того, устно нам было заявлено следователем, что подозреваемые по возбужденному делу по уголовному 105 часть 1 умышленное убийство освобождены в связи с необходимой обороной, с чем мы категорически не согласны. Убийство произошло далеко от дома сына в другом городе. Навстречу он приехал по просьбе подозреваемых. Это видно из показаний его знакомых, а также из выписки сотового оператора. Приехал он в людное место на перекресток улиц Волоха и Степная. У одного из тех, к кому он приехал, находилось охотничье ружье. Однако по федеральному закону номер 117.17.Ф3 держатель оружия должен его охранить по месту жительства, то есть по прописке. Получается, что пригласив моего сына, подозреваемые уже приготовили огнестрелное ружье. Более того, на месте происшествия был друг моего сына, в которого тоже стреляли. Однако, насколько нам известно, его даже не привлекли в качестве свидетеля. Стоит отметить, у моего сына был пневматический пистолет. Были ли выстрелы из него для самообороны? И даже если указать, что он им, возможно, наурожал, что является основанием для стрельбы в него, у свидетеля ничего в руках не было. И оснований стрелять в него тоже не было. А самое главное, что напавших на сына было четверо. На сыне были обнаружены кровопотеки, ссадины и зенеки. У нападавших ничего. На наши устные просьбы следователю Семенкову ознакомить с делом, принять ряд действий, объяснить суть хода расследования, мы получаем отказы. Например, мы никак не можем получить ответ, почему нападавших не были отправлены на экспертизу по факту возможного алкогольного, наркотического и на их вменяемость. Как объяснить должностному лицу, который может и действовать в рамках уголовно-процессуального кодекса, что у него есть еще моральные обязанности объяснить, почему был убит наш сын и ведут дело к его формальному прекращению. Более того, при обращении к заместителю следственного отдела по городу Энгельсу СУСК по Саратовской области Плеханкову ЭВЭ, он прямо смеялся в лицо нам. Прокуратура официального ответа на наши жалобы не дала и никаких действий по контролю за законностью действий не осуществляет. В этой связи мы уверены, что это спланированное жестокое убийство с нанесением телесных травм группой лиц по предварительному сговору. Представление формальных показаний, бездействие следователя и сбор доказательств с целью оправдать данные действия, а также халатное бездействие контролирующих органов не должны быть основанием для оправдания ТТ-преступников. Я и мои близкие не юристы, действия нанятого адвоката мне кажутся недостаточными, но более квалифицированного у нас нет ни денег, ни времени, чтобы проверить его добропорядочность. Однако, неужели в нашей стране, чтобы добиться справедливости, необходимо все это иметь и разбираться в юриспреденции? У нас есть твердое убеждение, что виновные в смерти моего сына, а также отца и супруга, должны быть по закону наказаны, а для этого должностные лица, по нашему мнению, обязаны всесторонне рассматривать все обстоятельства, либо хотя бы объяснить нам причину, не было ли сделано то или иное действие. Таким образом, прошу вас выступить гарантом Конституции и защитить наши права на правосудие, то есть сбором следователям сведений для суда не только для их оправдания, но и доказательств их виновности, на которые мы указываем. С учетом отсутствия такой возможности у нас, как у обычных Т-граждан, единственный источник получения такой информации может быть только профсоциальное лицо. Не внимая к нашей ситуации, ровно как и формальный подход к даче нам ответов, к сожалению, только подтвердил наше убеждение, что в России преступники гуляют на свободе. Никаких прав и свобод нет у добропорядочных граждан, а система государственных органов давно забыла про тех людей, ради которых они были созданы, действуют в настоящее время, при этом на их же налоги.